Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне. Севка готовит гостинцы, конечно же, для Надёхи. Главное, побольше вкусняшек и бухлишка. Чтобы так сказать, перед обрезанием требухи она уже нажралась по полной. Но Севка так и сказал, что можно побольше сладости ей, потому что всё равно обрезать требуху. Ну, во-первых, в моём понимании, если человек действительно нацелен на конкретный результат, на то, чтобы привести себя в порядок и вести здоровый образ жизни, тем более, когда ты это сделала не за собственный счёт, а руками людей, то как минимум нужно уважать людей, которые дали тебе средства на это всё. И, конечно, категорически от этого отказаться. Ну а где Надёха, а где отказаться? Когда берут, бери. Когда бьют, беги. Именно по этому принципу она, конечно же, и живёт. Ну и далее Севка нам повествует, рассказывает о том, что Николета самоотверженная, вот эта любящая, преданная вторая половинка. Все эти дни, когда Севка был на гастроли, лазил на крышу по вот этой лестнице, главное, хоть лестница под ним не провалилась, выдержала, лазил покормить котика и каждый день скитывал фотоотчёт любимки о проделанной работе и что котик цел, жив, невредим и, конечно же, накормлен. Чем бы ещё эта детятка тешилась, лишь бы не плакала. Но, опять-таки, это, в принципе, часть контента, потому что давным-давно можно было обратиться в приют для животных, снять этого котика, переселить его в нормальные условия, где бы о нём заботились, ухаживали и так далее. Либо, конечно, прорекламировать его у себя же на канале и переселить животное в хорошие руки. Потому что вот эти вот игры с лестницей могут плачевно кончиться, но не для Севки, он вроде как подхудал, а для Николеты, потому что, конечно, мальчик с каждым днём шире и шире. Ну и дальше Севка нам рассказал, что Николета сделал на Дюхе тест уже отрицательной короны, у неё нет, ну да, нет, а она и дальше упорно продолжает сиднем сидеть. И вы знаете, мне вот это её нравится всё время, надо нам посоветоваться, ехать мне домой или не ехать. Ты чё, ударенная, у тебя там сидит животное, блин, запертое в четырёх стенах. Понятно, приходит Оля, но, ребята, что такое чужая квартира, чужое животное? Ну, пришёл ты, покормил, позаботился, но ты же не будешь с ним сутками находиться. А здесь тётка сидит, это нихер делает, потому что вот она решила, что ей нужно здесь ещё пересидеть и с Севкой принимать решение уезжать не или сидеть дальше. Ну и Севка, конечно же, едет на встречу с Надюхой и вот это вот уже руками теперь мацает своё лицо. Я смотрю на эти пальцы и понимаю, где только эти пальцы не побывали, что эти пальцы только не перещупали, не намацали и куда они только не влезли. Ну и здесь состоялась, наконец-то, долгожданная встреча. Надюшка счастлива, бежит дверь открывать любимки. Вот он, любимый её зайчик, наконец-то прибыл к ней с гостинцами, с гастролей. И, конечно, не забывает по мере выкладки, так сказать, вот этих гостинцев за каждую единицу благодарить. Вот это вот спасибо, спасибо, спасибо бесконечно. Мне так и хотелось спросить, Надь, ты не устала? Ну вот реально за каждую конфету говори спасибо. Ты отблагодари один раз человека искренне и достойно, и он поймёт, что ты ему благодарен и тебе приятно. Но вот это уже выглядит сверх назойливо. Ну, в принципе, как и сама Надя. Ну и далее пошли, конечно же, вот эти глобальные темы, уезжать или не уезжать, быть или не быть. Вот в чём вопрос. Вот так и Надя. Севка утверждает, что уже после Пасхи поедет домой, а Надюха топит за то, что выключи камеру, мы об этом поговорим и это обсудим. Но потом всё-таки решила, что Дюша хочет домой, пора ехать. А вот после Пасхи можно спокойнёхонько назначать операцию. Севка ей так и говорит, что типа звони, договаривайся, определяйся, конечно же, с конечной датой. И Надюха рассказывает о том, что она вообще не планировала, что это всё так быстро будет. Она по планам в голове себе накрутила, что нужно изначально просто поехать проконсультироваться. А там как карта ляжет, ребята, занавес, просто тушите свет. Я на неё смотрю, я уже не знаю. То ли смеяться, то ли раздражаться по той простой причине, что как ты едешь на какие-то консультации, не имея ни копейки бабок в кармане. То есть как можно консультироваться, если у тебя нет даже какого-то стартового капитала, отложенного на это. То есть первое, да, а если бы тебе не дал севка денег или не дали зрителей денег, как бы ты петляла эту ситуацию? Ты отвлекаешь людей, врачей, да, ты проходишь какие-то непонятные обследования, непонятно для чего, не имея ни копейки бабок. И Надюха себе уже в голове накубатурила, что нужно приехать проконсультироваться, а там что-то думать. Что думать, если ты не работаешь, сиднем сидишь, ни копейки бабок за душой нет, но что-то она, конечно, запланировала думать и придумать. Вот это мегамозг, так и хочется сказать. Ай да молодца, Надюха. Ну и далее зашла тема, конечно же, комментариев. Вы знаете, Надюха так и сказала, что я давно читаю комментарии. Надюха, ты бы не на комментариях залипала, а так чисто для разнообразия, хоть раз там за десятилетие книжку в руки взяла, может быть, что-то полезное поочерпнула. Сейчас даже литературу не обязательно приобретать, можно в онлайн-режиме читать, как, например, это делаю я, но хоть как-то, да, развивалась вне Ютуба и вне Севкиной жизни. А так действительно, тетка умолешенная перечитывает такое количество комментариев. Не знаю, ребята, я лично 10-15 комментарий максимум, что могу прочитать у Севки на канале. Их там тысячи, но Надюха именно тем и занята, чтобы все промониторить. Так вот, как выяснилось, она и ранее читала комментарии, что разбила Толика семью и выставила за двери его жену с ребенком. И дает понять, что, конечно, это категорически неправда, ложь, звездеж и провокация. Анатолий до нее проживал с родителями, и брак его был разрушен намного ранее. И детей, конечно же, там не было. И не могла она выгнать Анатолия с квартиры, которую изначально получила она. И так она и утверждает, что это моя квартира, но при этом не забывает добавить, что когда распался колхоз, Анатолия родители и выкупили, и дали денег на эту самую квартиру. Так вот, интересно, Надюха, чья же по факту эта квартира? Если ты сама сказала, что Толика твоего покойного родителей ее выкупали. Уже она как-то не очень получается твоя. Ну и далее Надюха продолжила прям, ребята, такое театрализованное выступление по поводу того, что два дня у нее был красный телефон. Два дня он просто разрывался. А знаете почему? Потому что односельчанам вот эта ложь и провокация не давали никакого покоя. Все недогарки наяривали Надюхе и требовали, конкретно требовали номер телефона Самвела. А все почему? Потому что они хотели ему доказать, какая честная, непорочная, незапятнанная репутация у Надежды. И это крайне такой вот, знаете, высокоморальный, духовный, правильный, порядочный человек. Но почему-то Надюха была как кремень, как стена и никому с недогарок его номер телефона не предоставила, чтобы люди могли его в этом убедить. Она так и сказала, не нужно этого делать, а я верю. Да-да-да, я вот это все выслушала и понимаю, что человек истину вещает. Мало того, мне интересно, Надюха, почему их возмутило исключительно только это, что ты никого не выселяла, неужели их расстроило, верни, только вот это выступление по поводу выселяла, не выселяла. А то, что говорили Севкины, так сказать, тетралы о тебе, почему ты их никак не задела и не колыхнула, там они ему ничего не хотели доказать, что ты не такая, что ты ждешь трамвая, что ты вот очень хороший, достойный, порядочный человек. То есть получается как-то очень интересно, за Толика их возмутило, а за то, что говорили за Надюху, какая она наглая, прохаванная и отмороженная, как танк какой-то, я не знаю, БТР пхнет напрямую, конечно, односельчан ни разу не задели. Но и здесь Надюха не перестала убеждать в том, какая она молодец, и объяснила, что физически невозможно разрушить семью, где сыто и тепло, где мужчина приходит и вот он сыт и он в тепле, вот эту семью никогда не разрушишь, потому что от таких женщин мужчины не уходят. Ну, Надюха, ты в каком-то средневековье застряла, потому что самое ужасное, это осознание того, что с тобой живут, потому что ему сытно и тепло. Это как? То есть для меня это какая-то вообще, ребята, дичь. То есть чувак живет, да, не потому что он любит, и женщина его, да, любит, и у них классная семья, у них гармоничные отношения, классная атмосфера, там дети растут в любви, да, вот в этой атмосфере счастья и так далее, а только потому что сытно и тепло. Ну, это жесть. И опять-таки, Надюха, не суди всех по своему Анатолию покойному и себе. Люди не живут по принципу сытно и тепло, потому что в противном случае можно домработницу нанять, и будет сытно и тепло. Ребята, это дичь, когда вот, да, человек считает, что его можно любить за то, что сытно. Ну, вот поэтому я так понимаю, что Надюха и превратилась в то, что превратилась, потому что главное на повестке дня, чтобы было сытно. И, Надюха, я тебе скажу, уходят. Еще как уходят? Уходят только к любимым женщинам. И вот с таких вот сытно и тепло идут туда, где любят. Потому что сытно и тепло, это вот этот вот, да, какой-то, я не знаю, стереотип в голове, ну, не совсем здоровый. Это стереотип удобной жены. А жена, женщина, должна быть неудобной, она должна быть всего лишь любимой. И тогда, может, не обратить внимание, сытно ему или тепло, он будет идти домой, потому что там есть она. Он будет идти не домой, он будет идти к ней в ту гнездышко и в ту атмосферу, которую она создает. Вот в чем вся разница между вот этим сытно и тепло. И вот это вот вкусно, сытно. Ребята, я понимаю, какая она раненая по ходу самой молодости. То есть представьте, осознавать, что единственное, чем ты можешь зацепить чувака и удержать возле себя, только тем, что ему вкусно и сытно. Да ну его нахрен такие отношения. Пусть мне будет не вкусно и не сытно, но я бы не хотела так жить, чтобы быть женщиной и осознавать, что ко мне идут домой, потому что тут вкусно и сытно. В общем, я понимаю, что у нее действительно еще, наверное, с самой молодости куча каких-то комплексов и непоняток в голове. Ну и далее перейдем к комментариям. Так как я уже ранее говорила, что читаю буквально самое начало, тут же я напарываюсь на комментарии севки, где люди интересуются, сколько же на самом деле зрители дали Надюхе на Требуху. И севка утверждает, что дали сущие копейки, немножечко, 33 тысячи гривен. Ну да, это действительно пшик, это ни о чем. Это практически вот, ну, тысяча долларов не дотягивает, ребята, кто просто не понимает курс гривны. Ну, где-то 850-900 долларов ей подогнали на вот эту самую Требуху. Ну и действительно, это просто капля в море и ни о чем, потому что львиную долю, если Надюха не выйдет в стрим и не напопрошайничает, придется все-таки листать севки. Если, конечно же, в Надюхе не сыграет какой-то здравый рассудок, понимая, что после этого она с мамой будет в контрах навсегда, и она от этого не откажется и не остановится. И там же, кстати, в комментариях появилась и Марина. И здесь Марина права просто на соточку, когда сказала, что ни хрена себе копейки. Это годовая пенсия твоей мамы. Да, это реально годовая пенсия мамы или других пенсионеров, кто там на минималках люди получают. И, естественно, такие бы операции они сами себе не потянули. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok